Всем привет! Сегодня я вам расскажу о своих приобретениях, каких-то покупках. Покупки давние, покупки совершала для лица. Какие-то маски, масла, в общем такое. И то, что немножко относится к лицу, но больше к области ротовой, это у нас паста очередная, сплат, лечебные травы. Мы всегда берем такую, не знаю, я даже другую не пробовала, потому что я своему молодому человеку говорю, давай попробуем ту же отбеливающую, я не знаю, их там куча, можно попробовать обширное множество этих паст, но он говорит, не знаю, мне вот это нравится, не хочу никакую другую пользовать. В принципе, я с ним в какой-то части согласна, что то, что нравится, то покупай в последующие разы, и не будет никаких разочарований. Но иногда хочется, надоедает просто одно и то же, иногда хочется чего-то новенького. Я, в принципе, для себя мини-варианты покупаю, но не всегда, очень редко это делаю. В основном мы вот пользуемся вот такой, либо он для себя покупает локолот. Я просто локолот не очень люблю, мне именно сама текстура пасты, сам эффект пасты, который на зубах остается, не нравится. Мне кажется, она вообще ничего не чистит. В общем, всегда очень много я наговорила про зубы, хотя думала, что меньше всего наговорю. Еще я от сплат к этой же пасте в комплексе взяла вот такую зубную нить. Мне она очень понравилась. Здесь 30 метров. Дентал флосс у меня с клубникой. Клубнику я, конечно, не ощущаю никакую. Я вообще удивилась, зачем сделали какую-то, вроде бы как, отдушку. Но никакой отдушки здесь нет. И здесь написано, заявлено, вернее, что объемная, вощеная, получается, сама нитка. Действительно она вощеная, потому что до этого у меня была не вощеная от Oral-B, по-моему. И мне она нравилась не очень. Можно сказать, даже совсем казалось, что она ничего не делает. Ну, как бы она удаляет мусор, грязь вот эту между зубов. Но именно еду я имею в виду не очень, конечно, приятно. Может быть, кто-то сейчас даже и кушал, но... В общем, от Oral-B мне не очень нравилась. Это же удаляет и всю грязь, и надолго остается этот эффект. И она как-то даже чистит вот между... Район между зубами. Она как-то прочищает, мне кажется. Потому что эффект очень хороший. В общем, она мне нравится. 30 метров хватает надолго. Потому что до этого у меня было 25. И я ее не всю допользовала. Она у меня пропала, короче. В общем, срок годности вышел. Так что, я думаю, это мне тоже надолго хватит. Но ту, скажу вам, я использовала не каждый день. Я про нее забывала. Потому что я еще раз повторюсь, я не видела никакого эффекта. Даже ощущение в полость рта было обычное. Никакое. Здесь я чувствую чистоту совместно с этой пастой зубной. Я чувствую, что полость рта чистая. В общем, мне это нравится. И перейдем к лицу. Первое, что я приобретала... У меня закончились как-то все маски от Avon, которые у меня были. От Organic Shop у меня все закончилось. В общем, все-все-все у меня закончилось для лица. Именно для очищения и увлажнения. У меня была, по-моему, от Планеты Organic маска. Такая немножко увлажняющая. И, как это сказать, лифтинг эффект делала. Смелу ей я взяла вот такую маску. Это у нас тоже, по-моему, Планета Organic. И это у нас маска для лица. Натуральная, омолаживающая. На органическом масле. Пять норвежских ягод. В общем, короче, куча всего здесь написано. Честно, скажу здесь сколько миллилитров. 75 миллилитров. Прошлой маски у меня от Планеты Organic было 100, по-моему, миллилитров. Конечно, надолго мне ее хватило. И использовала я ее с удовольствием. В общем, ее хватало малое количество нанести на лицо. И личико подтягивалось. Я это ощущала, чувствовала. В общем, эта маска не совсем, в общем, она подтягивает. Эффект какой-то, наверное, и есть. Но он очень мизерный. Больше как-то вот увлажнение какое-то. Я чувствую, наверное, что кожа, особенно вот после очищения, ну, очищающей маски, как-то больше мягче становится. Даже не сколько увлажнение, а вот мягкость такая, вот холеность какая-то есть. Кстати, здесь еще есть такие крупинки внутри. Не знаю, будет ли видно. Вот такие вот крупинки. Вот видите? Их вроде бы так особо и не заметно. Такое ощущение, как будто скатался там крем вот эта маска именно сама. Но видите, они сразу растворяются. Они как-то вот быстро это делают. Что я даже на лице, когда распределяю эту маску, я особо не замечаю, как они очень быстро растворяются. Что они, конечно, делают, я не знаю. Да, кстати, написано, что это микрокапсулы витамина Е. Запах, кстати, у маски приятный. Он, пока вы их держите на лице, он благоухает, но не надоедает, я так скажу. И еще приобретала вот такую маску очищающую. Голубая очищающая маска для лица на васильковой воде. Органический экстракт мальвы, голубая глина, овсяное толокно и васильковая вода. Что хочу сказать. Эта маска, я вот половину уже использовала. Эта маска, она очень легкая. Она такая, знаете, по консистенции, не знаю, она на глиняную как-то не очень похожа. Хотя глина чувствуется, что присутствует здесь. Она такая вот светлая, и когда распределяешь, она больше кремовая какая-то. Больше вот похожа на вот эту вот планету Органика. Вот она засыхает, не трескается на лице. Она просто засыхает. Как-то даже не ощущаешь, что она засохла. Просто как-то чувствую, что немножко стянуло лицо. Значит, это значит, в принципе, что она засохла. Ты ее смываешь. Там, в принципе, написано в описании, сколько ее держать минут. По-моему, 10-15. Да, написано 10 минут. Потреблять 2, там, 1-2 раза в неделю. В общем, вот такая вот она. Что хочу сказать. Маска не очень мне нравится. Она какая-то слабенькая для моей кожи. Мои даже расширенные поры она не очень сильно сужает. Но, честно хочу сказать, она как-то вот преображает немного лицо. У меня есть еще 2 маски, которые я чуть позже покажу. Так вот, они как-то сужают очень сильно поры. Сильнее, конечно, чем эта маска. И, извиняюсь, у меня опять дует ветер. Опять, наверное, будет слышно в видео. Не знаю точно. Ну, простите меня за это. Что я говорила? По поводу ее действия. Она очень щадящая. Подойдет, наверное, для нечувствительной, конечно, кожи. Ну, вот для какой-то сухой, для нормальной кожи. Она очень даже подойдет. Она ничего плохого не сделает. У меня, по крайней мере, высыпания она не вызывает. Как бы, они на свою стоимость работают. И следом я вам покажу вот такие 2 голубые глины. Да. Одну, вернее, голубую глину и одну розовую. Голубая у нас идет для очищения кожи, очищения пор, сужения пор. И розовая, она египетская. Она идет для увлажнения кожи. Прикрепят пакетики. Один у меня уже в ванной стоит, которым я пользуюсь. Так, голубой глине, вот такие вот пакетики. И также стоит у меня уже один в ванной. В принципе, я люблю такие вот обычные глины. Как бы делать самодельные маски из них. Мне очень нравится, потому что именно только вот эти маски из глины, особенно очищающие, они более-менее сужают мне поры. Как-то более-менее влияют на мое лицо. Лицо становится гладкое, ухоженное. Но, конечно, немножко имеет такое свойство. Вот особенно голубая глина. Подсушивает немного кожу. Вот эта увлажняющая, кстати, неплохая. Еще по уходу за лицом я покупала вот салициловую кислоту. Однопроцентную, потому что двухпроцентная. Очень жутко щипет лицо. Она очень сильно подсушивает. И в зимний период просто не было возможности купить однопроцентную. Почему-то в аптеках ее не было на тот момент. Именно в аптеках, которые рядом со мной находятся. Короче, купила вот такую вот. Купила два тюбика. Один у меня стоит на прозапас. Один я переливаю вот в такой бутылёк. Это travel такой вариант. Но очень удобный даже для дома. С дозатором очень удобно. Не нужно ничего открывать. Как здесь, вот, к примеру, открываешь сначала. Вот эту пипочку нужно снять. В общем, короче, неудобно в использовании. Я такие баночки не особо люблю. Я их сразу выбрасываю. Так что даже в пустых баночках показывать не буду. Выкину и все. А вот такой вариант, мне кажется, намного удобнее и практичнее. Еще я приобрела вот такое масло. Косметическое масло. Миндальное. Натуральное. Не знаю, насколько оно натуральное. Это фирма Aroma Bio. Я пока пробую какие-то фирмы. Я не читала пока еще ни отзывы. Ничего такого не читала. Я просто прочитала, что миндальное масло очень хорошо подходит для лица. Для области вокруг глаз. Очень хорошо мимические морщины разглаживает. Вот масло пшеничные зародыши. И масло, по-моему, персиковых косточек. В общем, короче, я фотографии двух этих масел вставлю. В любом случае, в видео. Вот эти два масла. Они очень хорошо подходят. И для лица, и для области вокруг глаз. Я вижу эффект, как разглаживается область под глазами. Высветлять, конечно, они не очень сильно высветляют. Но высветляют область под глазами. Вот это масло я не могу сказать, что оно прям вау. Но тоже немножко высветляет область под глазами. И на лицо, знаете, вот не так мне его нравится использовать, как вот просто под глаза. Не знаю, почему. Я никогда не разделяла вот там одно масло под глаза, одно масло там для лица. Никогда у меня такого не было. Но вот с этим маслом у меня как-то так получается. Не знаю, почему. Сейчас я как использую это масло под глаза наношу на ночь. А есть у меня масло ЖЖБА. Я его на все лицо наношу. Вот так вот я, блин, и пользуюсь сейчас. Хотя вообще у меня вот с теми двумя маслами и с кокосовым также маслом у меня никогда такого... У меня никогда не возникало вот такого вот, не знаю, такой мысли использовать как-то так. Ну, в общем, я думаю, вы меня поняли, как-то не очень хочется брать масло, которое потом ты будешь использовать только под глаза. Я хочу использовать один и тот же продукт на все лицо. Вот так вот, наверное. Кстати, знаете, что я решила? Я решила не покупать теперь кучу всяких разных масел из-за того, что они протухают. Вот у меня было обширное количество масел. Очень много масел. Это не есть хорошо, если вы, конечно, используете их одновременно в своем каком-то уходе. Для чего-то вы их применяете. Если вы пользуетесь одним маслом, остальные все стоят, или вы их просто чередуете одним неделю, другим вторую неделю пользуетесь, то так тоже можно, но миллилитраж их должен быть меньше, наверное, даже вот 30 миллилитров, потому что они очень быстро протухают, особенно натуральные. К чему я веду? К тому, что у меня много масел пропало. И я понимала только это тогда, когда они у меня вызывали высыпание. В общем, лицу моему приходилось страдать от этого, от моей дурости, наверное, какой-то. В общем, не делайте так, делайте по уму. Я вот купила миндальное, пока я его не допользую, я не куплю никакое другое. Я также перелила масло миндальное вот в такую вот travel версию, но она у меня стоит тоже на раковине в ванной. Сколько нажатий мне нужно, я выдавила и нанесла на лицо. Вот, в принципе, и все, что я вам хотела рассказать, показать. Надеюсь, ничего не забыла. Я выкладываю очень много фотографий со своими покупками, какими-то обзорами письменными для фотографии очередной, с каким-либо продуктом в Инстаграм выкладываю, в группу ВКонтакте. Я оставлю ссылки внизу, заходите. Всегда рада пообщаться, пообсуждать что-либо. Надеюсь, видео было полезно. И всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.